В Барнауле дорожная техника продолжает очищать улицы города от снега и льда. На этих работах задействовали более 130 единиц техники. Дорожники вывозили снег с проспектов Ленина и Красноармейского, с улиц Молодежной, Северо-Западной, Малахова, Сергея Ускова, Балтийской, Взлетной, Сиреневой, Челюскинцев и многих других. За ночь с дорог города вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Барнаула на Донбасс для жителей и участников специальной военной операции. Инициировали сбор фонд Владимира Шаманова, защитники Отечества и Союз промышленников Алтайского края. Весомый вклад в формирование гуманитарной помощи внесли предприятия и предприниматели региона. Кроме того, посылки передавали жители. Мы начали оказывать практическую помощь с апреля месяца. Вот уже в течение 9 месяцев мы в непрерывном режиме оказываем помощь нашим воинам. В основном участвуют в оказании бурдеральной помощи, это, конечно, заводы, это производственные предприятия. Их примерно 120 у нас вот таких. И все они без исключения, но в силу своего финансового положения оказывают помощь. В составе гуманитарного груза самое необходимое. Комплекты термобелья, газовые горелки, мобильные дровяные печи, спальные мешки и продукты питания от алтайских производителей. Это каши, печенье, конфеты, подсолнечное масло, чай, алтайский мед. Представители Алтайского края и фонда часто бывают в новых регионах России и знакомятся с теми потребностями и нуждами, которые есть у жителей непосредственно и военнослужащих. И, конечно, мы постарались максимально учесть все просьбы, которые до нас доходили. Фура с гуманитарной помощью дойдет до получателей до Нового года. Ориентировочно в середине следующей недели. К другим новостям. Накануне в индустриальном районном суде Барнаула прошло заседание по делу пенсионерки Татьяны Чагадаевой. Женщина содержит на своем участке бездомных собак. По ее словам, примерно полсотни. Жители близлежащих домов от такого соседства не в восторге. Жаловались на регулярные лай по ночам, неприятный запах и полную антисанитарию. Поэтому и подали на Татьяну в суд. Сердобольная женщина беспокоится о том, что делать с животными, если по решению суда неофициальный приют, как его называют соседи, придется закрыть. Ну я не приют, поймите одно. Приют это когда, знаете, когда специально их собираешь. Я их не собираю. Я не собираю. Это люди мне подбрасывают. 25 мая мне принесли 7 штук. В прошлом году, в ноябре, в начале, в конец октября, в начале ноября, 11 новорожденных. Никто люди, которые жалуются, не могут понять, что если я столько собак выпущу, я не повезу их за Павловский район, за штабку. Я их полю здесь рядом выпущу. И бегайте тогда от них по пересеченной местности. От всех обвинений в суде Татьяна лишь отмахнулась. Уверяет, каждая собака проходит стерилизацию. На помощь женщине пришла группа поддержки, которая узнала ее историю через социальные сети. Это два героя. Это два героя, которые решают проблему города. И вот этих вот рядом живущих людей. Да им надо памятник и ордена повесить. Что будет с собаками, пока неизвестно. Они по-прежнему живут у Татьяны. Суд перенесли на 18 января. Экологическая акция «Разделяй, сохраняй» пройдет в Барнауле 17 декабря. Организатором выступит общественная организация. Мусора больше нет. Все собранное на акции в Турсырье отправится на переработку. В пункт приема можно сдать полипропилен, крышки от бутылок, пустые металлические аэрозоли, флаконы от бытовой химии, открытки, алюминиевые банки, картонные коробки, одноразовую посуду, пластиковые бутылки, стекло, полиэтиленовые пакеты и другие виды вторсырья. Стационарная точка будет работать на проспекте Ленина 152 с 12 до 14 часов. О других пунктах приема можно узнать на официальной странице организаторов социальной сети во ВКонтакте. И на этом у меня все. Напомню нашим телезрителям, что эти и другие новости всегда можно найти на нашем официальном сайте. Котин24.ру Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ